я в принципе не думал стать боксером и приехал к нам в город тренер и на меня повлияло то что он меня выгнал там через пару недель с тренировок и сказал что в самом таки как я боксеры не получается именно так началась спортивная карьера в жизни героя нашей сегодняшней программы знакомьтесь илья павлиди чемпион греции по боксу и дважды участник олимпийских игр илья это человек которым гордятся как в россии так и в греции но как вышло что спортсмен родился и вырос в нашей стране однако реализовал свои таланты в греческой сборной мы решили узнать лично у боксера история семей будущей звезды греческого бокса практически ничем не отличается от других семей греков россии представители их рода вынуждены бежали из карса во время притеснений османами христианского населения и нашли убежище в сочи кто-то осел в красной поляне некоторые в адлере а дедушка ильи обосновался в поселке лазаревская во время послевоенных репрессий семью павлиди выслали в свердловск где 4 мая 1978 года появился на свет мальчик илья спустя несколько лет он вместе с родными вернулся в родное поселение начал ходить в местную школу и мечтал освоить технику кикбоксинга однако судьба приготовила для него будущее связанное с другим видом спорта взрослые друзья у меня были и им лень было со мной заниматься они говорят вот пойди боксу научиться там тренер по боксу приехал потом мы тебя научим ногами ну и кто-то пришел и вот я же говорю начал тренироваться а к нему все начали ходить очень много на руку и вот он всегда ругался он никогда не хвалил и делал видимо естественный отбор во время первых тренировок под горячую руку тренера аршака карайкияна попал и наш герой высказывание из таких как ты никогда не получится боксера илья воспринял как вызов и твердо решил доказать обратное это был 1993 год может он хотел проверить меня еще я не знаю что это может он искренне в это верит я просто решил доказать что с меня получится боксер нагло пришел на следующую тренировку начал тренироваться после еще прошла неделя он мне говорит там едем сочи на какие-то спарринги поедешь я туда поеду и подобрали мне мальчик который столько же занимается первый свой спарринг свой бой я выиграл мне это понравилось после дальше начали тренироваться после много проигрывал ну то что я первый бой свой выиграл мне это запомнилось спустя год совместных занятий у ильи с тренером сложатся доверительные отношения а пройдет еще немного времени и аршак вагаршакович будет везде сопровождать своего юного победителя меня трейлер учил что независимо от проигрыша это нет ничего страшного надо работать над собой дорабатывать свои ошибки такого никогда не было чтоб я проиграл и подумал когда я проигрывал я понимал что я где-то не до тренировался где-то ну не доработал сейчас этот человек старый отец мы с ним до сих пор общаемся мы прожили с ним долгие спортивные годы в 1995 году илья павлиди принес своему тренеру титул чемпиона южного федерального округа и даже попал в молодежную команду россии но из-за того что в нашей стране боксеров высокого класса было и так достаточно много появилось глубокое убеждение в россии илья не пробиться в основной состав сборной решение было принято вот только средств для осуществления мечты в наличии не было мечтал попасть в грецию конечно но тогда это было мало осуществимо потому что не было ни денег поехать куда что это очень близкий мой друг стал потом он недавно умер царство ему небесное обгопова юра вот этот человек помог поехать на сборы туда оплатил мне все я вернулся помог сделать документы на постоянку и вот так просто так помог уехать просто чё тогда он был для меня посторонний 4 мая 1999 года в свой день рождения илья павлиди переезжает в элладу где его уже давно ждут в греческой команде паук но жители греции еще долго будут пристально присматриваться к спортсмену из россии пусть и греку по национальности для цамина не принимал то есть ты приехал ты хочешь занять чего-то место мне сделали гражданство и я как новичок уже выступил ногами на видите эти предварительные какие-то чемпионаты ну попал я выступал за палку 2001 год стал переломным в спортивной карьере боксера илья павлиди стал чемпионом греции по боксу и вошел в сборную команду этой страны чуть позже он привез золото с чемпионата европы который проходил в кракове и серебро с чемпионата мира в банкоке значимая победа для меня была полуфинал чемпионата греции первые два боя прошли легко и полуфинальный бой а там значит ну видимо здесь есть какие-то моменты когда кого-то пытаются протащить судя там на стороне вот деремся деремся первый раунд проходит мне говорят внизу второй раунд проходит я понимаю что я выигрываю что я явно выигрываю мне говорят мы теряем очки в третьем раунде я соперника нокаутировал потом финале легкий бой был конечно там вот так я стал только чемпионом греции истинной звездой илья павлиди стал в 2004 году на олимпийских играх в афинах несмотря на то что спортсмену не удалось завоевать призовое место он получил гораздо значимую награду абсолютную поддержку и признание жителей греции не передать что было в афинах когда 10 тысяч человек кричат твою фамилию я даже не принципе не разминался я понимал что проиграть невозможно два боя я выиграл серьезных соперников третий бой тоже за выход в полуфинал и мне я в был впереди рассекают бровь и врач останавливает бой это было вы можете посмотреть в интернете это все это большой скандал был но таким способом образом мы стали только пятым в греции быть пятым в списке победителей олимпиады это уже достижение поскольку звание олимпионика получают все спортсмены которые вошли в восьмерку лучших я когда ехал в грецию я мечтал стать олимпионикс олимпиониксу дают там звание в армии там такая-то стабильная пожизненная зарплата и я просил господа чтобы я стал олимпиониксом хотя надо было наверное просить чтобы я был олимпийским чемпионом после когда это случилось но я себе говорю ты получил то что ты просил то есть что-то обижаешь ты же большего не попросил больше всех за результаты ильи павлиде радовалась естественно его мама русская женщина воспитавшая истинного грека никогда раньше лично не присутствовала на боях сына но сердцем и душой всегда была рядом мама танго хранитель мой вот я выигрываю второй бой и министр спорта заходят меня поздравлять я груз у меня есть одна просьба до третьего боя было там дня три еще он гэт любая гору моя мамонта нужно прилететь на следующий бой он звонит в консульс он новороссийская так так сейчас приедут визу поставить срочно билеты все то есть буквально там за один день все сделали и она прилетела и когда она попала на бой конечно не сказал этот воинство на греции это должен жить тебя народ любит в 2008 году в пекине илья павлиде вновь вышел на ринг сражаться за олимпийскую медаль и снова занял пятое место но те ощущения и эмоции которые боксер получил на самом значимом всемирном соревновании по сей день греют душу спортсмену я пожелал бы конечно каждому спортсмену ну кто занимается спортом это испытать но это невозможно каждому ну дойти до такого уровня чтобы испытать те чувства когда ты выходишь когда ты идешь на на открытие олимпийских и ты внутри ты не смотришь их а ты внутри находишься есть организм олимпийских игр это не передать олимпийские игры это больше психологическое соревнование ты можешь перегореть ты хотел 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 туда попасть ты попал и все и раз и перегорел а нельзя перегореть в тот момент надо отнестись к этим соревнованиям ну хорошо это будет бой ну надо просто пойти поработать но него когда человеку на этих эмоциях они эмоции выходят выходят и их не остается на бой то есть вот здесь надо себя сдерживать в эмоциях очень сильно тогда по результату лучше после соревнований в москве за кубок мира в 2008 году илья павлиди завершил спортивную карьеру но со спортом илья павлиди не распрощался а перенаправил свою активную деятельность на развитие спортивной карьеры сына у меня растет сын он тоже начал заниматься боксом ему 11 лет я его прям настраиваю чтобы он очень себя верю потому что я в себя видимо не так верю чтобы добиться чего-то больше спорт формирует характер убежден герой нашей программы и поэтому советуют всем родителям уделить особое внимание физическому воспитанию детей ребенку надо показать несколько видов спорта чтобы он сам выбрал не настаивать на том что тебе нравится а важно для чего даже чтобы ребенок был дисциплинирован для того чтобы он мог ставить цели достигать их для того чтобы переходного и желательно чтобы ребенок шел в большой спорт или хотя бы ну куда стремился для того чтобы у него были цели переходном возрасте не стать наркоманом не стать каким-то роликом не пойти по какой-то направляющей другой а чтобы заниматься боксом и иметь достойные успехи ребенок по мнению ильи павлиди должен обладать несколькими основными качествами в характере первую очередь он должен иметь дух мужской именно чтобы не бояться драться во вторую очередь желание упрямость в третью очередь работоспособность надо много работать но это все в одном вот все эти три качества это должны быть не может быть из них что-то первое что-то третье сегодня боксер часть времени проводит в греции другую в россии девять лет назад греки лазаревского района сочи доверили илье быть председателем греческого общества которому он и сегодня продолжает уделять большое внимание спортсмен убежден греки обязаны помогать друг другу в этом сила народа за границей греки должны быть вместе ну где бы ни в коей стране и помогать друг другу не может грек остаться в стороне и жить сам для себя потому что у нас очень мало и мы должны быть рядом чем мы больше будем поддерживать друг друга тем тем сильнее мы станем тем больше у нас будет возможности решать какие-то проблемы и задач илью павлиди по праву можно назвать достойным сыном братских народов русского и греческого а также истинным патриотом двух государств он всем сердцем любит спорт близких по духу людей и жизнь во всех ее проявлениях мы же убеждены что возлагаемые нашим героем на сына надежды будут все цело оправданы и фамилия павлиди еще не раз прозвучит в списках чемпионов самых известных соревнований по боксу